Итак, я хочу пригласить на эту сцену нашего гостя Александр Геннадьевич Хакимов. Добрый вечер. Немножко слепит этот прожектор. Не видно зала. Спасибо. Да, и вот этот прожектор, если меньше, как-то сделать. Сейчас лучше. Спасибо. И так меня попросили здесь поговорить о творчестве, об этом явлении, что это такое, как его предназначение творчества и источник этой энергии. И изначально, если мы начнем это обсуждать сверху, как бы к нашей жизни, потому что наша жизнь — это отражение высших сил. Иногда мы видим во сне будущее, прежде чем что-то свершится, знаем, что где-то это уже случилось, где-то это уже произошло. То есть событие уже далеко впереди, уже будущее. И мы просто идем вперед вот своими ногами вот в этом измерении, по этому уже определенному пути, предначертанному. И как бы с этой точки зрения все уже предрешено, где же место моему выбору, моей жизни, моей воле. Свободный ли я человек на самом деле. И да, и нет. Одновременно говорится, что одновременно мы свободны и не свободны. Потому что есть свобода выбора и есть высшая воля, которой все подчинены живые существа. Но они сочетаются как бы вместе. Вот этот творческий акт очень важный. Вместе вот эта вот связь, когда мы чувствуем, она выражается в силе вдохновения. Как бы энтузиазм, желание что-то выразить, сказать. Обязательно хочу сказать, поделиться. Просто, знаете, не могу терпеть, потому что есть вот эта сила вдохновляющая. Любовь, либо красота пленяет ум человека, мечта, образ какой-то, который не существует в этом мире, но я его чувствую, как бы вижу и живу с ним с этим образом. У каждого человека в сердце есть какой-то образ, который он проецирует на всех других. Был такой царь в древности, далеко от древности, описывается в Пуранах, его имя было Парикшит. Буквально, если перевести имя, означает «испытующий», «ищущий». А почему так было названо? История рождения была его мистической. Это описывают мудрецы, которые видят прошлое и настоящее и будущее. Шукадевага Свами рассказывают эту историю. Это мудрец, который родился уже освобожденным. С рождения он уже был необусловленным. Он уже знал свою вечную природу прямо от рождения. Он не проходил каких-то процессов очищения или образования. И он сказал, что Парикшит родился при очень загадочных обстоятельствах, потому что в военное время практически он родился. Это была, наоборот, убийственная война. Когда были Пандавы и Кауравы, они сражались, и Пандавы остались живы, пятеро царей. Кауравов победили. То есть демонические силы были свергнуты. Один из выживших, будучи браманом, он не был убит на поле битвы, потому что он не был воином, он был браманом. А браман неприкосновенен. Он не был по качествам таким духовным, он был завислим и злобным. И он решил за те одну вещь – убить последнего наследника Пандавов, который был в утробе матери тогда, утром. Так он хотел отомстить за их победу. И он выпустил особое оружие направленного действия. Он сжигает именно тот объект, на который направлен мыслью и мантрами. Он направил это оружие на этот плод в утробе матери. И Утара почувствовала это, осознала, что это оружие направлено именно на ее ребенка. И она молилась Богу, как говорится. Внезапно, то есть экстремально она обратилась к Богу, как это часто бывает в самой сложной ситуации, человек обращается к Богу. И Бог проявился в утробе Утары и защитил его, этого младенца, Сударшана Чакоби. То есть образовалась такая энергия, как кокон. И младенец это видел. Этот образ был настолько трансцендентный, что запечатлелся в сознании младенца на всю жизнь. Отсюда имя – Парикшит. Потому что он всю жизнь потом искал, где этот образ неповторимый. Я видел его еще в утробе матери, но больше нигде не вижу. Он испытывал практически каждого человека, с которым он встречался, каждого мудреца. И всю жизнь искал, где, 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 где этот образ, эталон, который я видел когда-то. Это может быть заложено в детстве также. Мы можем даже не осознавать эти вещи, но у каждого заложен какой-то образ. Это может быть отец. Это может быть даже отец, который я никогда не видел, потому что я мог услышать от матери этот образ получить. Он скажет, твой отец был герой, погиб на войне. Мы часто слышали это, и у меня возникает этот образ. Я хочу быть таким. Он работает, этот образ со мной живет. Он – это мое творчество, это моя жизнь, мой выбор. По судьбе в событиях выбора нет. А вот кем я хочу стать, есть выбор. Это творческий акт. Самосозидание, как бы. Самостановление, самоосознание – это начало творчества. Изначально это слово «творец», «адди карта» в санскрите относится к Богу. Понятно, что Бог – это творец. Мы читали это. Так и описывается. Прежде всего, мы знаем, наверное, это имя. Это его положение. Что он творец этого мира, который мы даже весь и не видим. Где-то он запредельный, этот мир. Вот есть такой творец, называется Бог – «адди карта». Или «дева-дева», говорят. Бог богов, потому что в этой вселенной есть огромная, миллионная иерархия вверх. Нами еще не познаны. Вверх иерархия. Но, так сказать, есть божественные натуры, есть могучные существа, есть также демоны очень могущественные. Есть планеты демонов, есть планеты мудрецов, есть планеты полубогов, есть планеты просто райского происхождения, где люди, где живые существа, наслаждаются, танцуют, пьют сома-расу, особый напиток, который дает им наслаждение, продлевает их жизнь. Небесный наркотик, так сказать, сома-раса. Есть разные эти планеты. И даже в этой среде материальной вселенной есть даже духовные измерения. На санскрите называется эта планета Швета-Двипа. И мы видим, знаем эту планету, и она образует ось вселенной. Она точно над нами. Это полярная звезда вокруг, которая вращается весь небосвод. Это описывают Ураны. Мы не знаем. Я не знаю. Что Кадевека с вами знает. Он видит. Некоторые мудрецы тоже могут видеть. Я не вижу. Я просто читал это. Я могу в это верить. Потому что по образу и подобию творится и здесь то же самое. Как бы маленькая модель. Если вы изучите человека, вы сможете понять и вселенную. Потому что человек это маленькая модель вселенной. Тут есть все энергии вселенского масштаба. То есть уровня. Количественность. То есть в нас заложено множество измерений счастья. И вот как эти измерения пробудить? Мы прибегаем к творчеству, к литературе, к гиперболам, к музыке, к звуку. Потому что начало творения звуками. Музыка имеет мистическое свойство. Почему мы так любим музыку? Хорошую музыку. Она переносит у нас другое измерение. Как бы мы находимся в состоянии отречения от этого обыденного мира, когда слышим красивую музыку. Кому-то это классика. Кому-то там рок. Мы переносим другую среду ощущений. Образов. Потому что звук переносит образы. Изначальный звук вмещал в себя все образы. Все формы. Изначальный звук трансцендентный источник. То есть есть звук Пракрита и звук Апракрита описывается. Звук Пракрита – это материальный любой звук, который мы произносим. Он не исходит из сердца. Это просто вибрация, может быть, языка, каких-то настроений, ума, эмоций. Но звук Апракрита – это духовный трансцендентный звук, который разрушает материальные образы. Пронизывает их как бы насквозь. Если вы услышите звук Апракрита, все, что вы потом услышите, вас больше не привлечет. Это будет как бы все обесценено. Поэтому не спешите с этим. Если вы еще хотите сохранять какие-то материальные ценности, не слушайте трансцендентные звуки. Потому что придет конец вашему интересу в этом материальном мире. Все материальные образы обманчивы, иллюзорны, временны, говорится. Абсолютно все. Даже самые великие, самые дорогие образы, если они материальны, они имеют начало и конец. Они как приходят, так и уходят, как и мы с вами в этом мире. Приходим, и мы уйдем в материальном смысле слова. В духовном смысле слова никуда мы не уйдем. Нет. Душа находится в своем измерении. Она нематериальна. Наджаэтея, марията, авокадо, чьито. Она не рождается и не умирает. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она принимает тело. И что она делает? Она использует его для наслаждения. В детстве для игр. Так вот. Любой ребенок начинает играть автоматически. Мы тоже это делали. В период детства такого. И вот тут творчество самое важное. Игра. Бег. Посмотрите, как я бегаю, как я прыгаю. Мы хотим, знаете, показывать все это. Обманывать, хитрить, прятки и все такое, что мне в руке, отгадай. Вы все делали странные вещи, правда же? В детстве. Если вы были здоровым ребенком, обязательно что-то творили. Мы им брали кошельки, набивали какой-то ерундой за ниточку, бросали на дорогу и прятались за углом. Делали такую вещь. Ну вот видите, все знают, что это такое. А сейчас делаете, нет? Странно. А что это вы забыли играть? Больше не творцы? Придумайте что-нибудь смешное. Очень смешно, когда человек шел по дороге и видел кошелек. Знаете, как было здорово? Он хотел взять этот кошелек. У него такие желания, такие глаза были, такие эмоции. Тут вы должны дернуть за нитку. Раз! Очень интересно. Как правило, они потом гневались и бежали за вами. Либо тоже смеялись. Если человек добрый, мы так проверили, то смеялся. Злой побежит с руганью. Мне вот детям нравилось так проверять, испытывать. А бывали шутки жестокие. Мы однажды до чего додумались. Набили резиновый мяч камнями и поставили на дорогу. Вот догадались же это все. И тут вот как назло. Парень с девушкой шел, знаете. Такая красивая пара вообще. А парень с девушкой, понимаете. Он видел мяч, он хотел показать себя. Разогнался как... Ой! Боже мой! Мы уже сами были не рады, знаете. Мы просто были не рады, что мы притворили. Я не знаю, как все ноги не переломал просто вот этот мяч. Но мы делали это в детстве. А однажды я гулял рано утром, нет, где-то вечером даже, в каком-то городе. Я просто там мантру повторял, гулял в садике. А потом возвращался в подъезд свой, где остановился. И посмотрел, думаю, странно какая-то вещь. Какая-то тут нитка, что-то такое, тут не было ничего. Еще какое-то там перетянули что-то. Что тут происходит? И там мальчишки стоят. Дядя, иди сюда, сказали. А что? Ну ладно, пошел. Я пошел, сделал эту нитку, у меня сверху упало что-то на голову. Придумали автомат и испытали на меня. Ой, как они обрадовались, знаете. Но я вспомнил детство, думаю, нормально это. Нормальные, здоровые, разумные дети, так они должны себя вести. Это их творчество, а вы не можете это запретить ребенку, иначе он не будет развиваться. Разум ребенка проявляется в том, что он все ломает. Это его проявление разума, потому что он хочет понять, что там, что это такое вообще? О, и все, больше этой вещи нет. Ну ему же интересно, это же проявление разума. Если вы запретите ему ломать, он не будет развиваться. Если вы запретите ему шалить, конечно, вы запрещаете его, ругаете, но вы знаете, он там без меня, что когда я не вижу, делает все это. Но когда я смотрю хотя бы, не делает его. Но он должен это делать. А затем этот акт переходит в юношество. Так, видите, тело меняется. Меняется тело, пробуждаются новые центры, включаются. И что чувствуют юноши? Они начинают чувствовать дружбу, любовь, привлечение друг к другу. Все, меняется картина. Мы больше в детские игры не играем. Мы уже серьезные. Мы любим, мы дружим, мы клянемся в дружбе, мы клянемся в любви. Это юношество. Они влюбляются, а затем, как правило, они вступают в этот уже ответственный период жизни. Они женятся, и их интересует уже карьера, дела. Ну там воспитание детей, образование, много всего. Тут нужно много работать, трудиться. Ради чего? Что их вдохновляет? Их любовь, их отношения, их собственные дети. Они могут даже не знать, зачем они все это делают. Понятия не имеют. Просто потому что есть ребенок, просто потому что мы существуем. Мы это хотим делать, вдохновляем друг друга. А иногда даже требуем друг от друга что-то. Заставляем это делать. Должен пойти на работу, должен жениться, должен сделать так, должен делать сяк. А зачем? Никто не знает. Смотрите. Просто игра. Очередная игра. А затем человек старится и садится за валенки. Летом в валенках, запутанного что-то, потому что он пожилой человек, ему холодно. И он просто смотрит, что там они делают. Кто к кому пошел? Знают все. Запоминают. Спросите любого пожилого человека на заваленке. Он всех знает вокруг. Все знает, что происходит вокруг. То есть, уходит желание играть, влюбляться. Уходит желание к активной деятельности. Они просто вспоминают свою прошлую жизнь и сравнивают с молодым поколением. Это их творческий акт. Все на этом. Потом человек увядает. Так мы проживаем свою жизнь. Что тут особого? Такова природа, мы говорим. Такова как бы программа нашей жизни. А где же мое творчество? Вы думаете, я хочу это делать? Нет. Я хочу жениться? Нет. Меня природа вынуждает жениться. Я боюсь остаться без семьи. Я боюсь быть неустроен в этой жизни. Поэтому я это делаю не только из любви, но и из страха. Ведь любовь зла. Понимаете? Это нужно сделать. А кажется, что я это сам делаю, мне нравится. Нет. Программа. Мы следуем просто программе природы. Я не то, что хочу есть, а попробуй не поесть. С голоду умрешь. Вопрос касается моей жизни и смерти. Еда, пища. Пища необходима. Поэтому я ем не только из желания есть, но и из того, что это необходимо. Это страшно оказаться без пищи. Страшно голодать человеку. Если я останусь без крова, то что будет со мной? Страшно. Мне нужен дом. Так хочу этого? Или я вынужден это делать? Понимаете? И то, и другое. Есть высшая воля. Есть, собственно, мое желание. Они одновременно сочетаются. Где же творчество? А творчество в качестве этой жизни. В качестве пищи. В качестве моего дома. В качестве моей деятельности. Как я это делаю? Вот это интересно. С каким сознанием. Однажды, когда строил Красноярское ГЭС, один журналист, репортер, ходил с микрофоном и записывал. Брал интервью. У всех подряд. Короткое интервью. Что ты здесь делаешь? Он спрашивал тех, кто замешивает бетон. Они говорят, я тут замешиваю бетон. Повар спросил. Повар сказал, я готовлю здесь пищу для бригады. Водители каких-то там КАМАЗов. Он говорит, я тут камни перевожу и загружаю в реку. Переграживаем сейчас Ангару. А ты что делаешь? Спросил он электрика. Я строю Красноярскую ГЭС. Вот портрет на передовице крупным планом. Он строит Красноярскую ГЭС. Остальные там готовят обед, камни возят, бетон мешают. А этот строит Красноярскую ГЭС. Вот видите. Уровень мышления. Вот что определяет наше творчество. Творчество в разных качествах может быть. Но собственно творчество предназначено для отречения от обыденности, к которой мы привыкаем. И вот когда эта музыка или какое-то искусство помогает оторваться от этой обычной реальности, насколько далеко помогает оторваться, настолько мы глубоко чувствуем это счастье свободы вдруг. Знаете, люди могут плакать от музыки. Почему? Чиспытывать счастье такое. Я помню, все знают, когда вы слышали что-то впервые, что-то сокровенное. Музыка или речь чья-то, или проповедь чья-то. Вы чувствуете, как буря эмоций, как столько энергии пробуждается. Что это такое? Что за сила такая? Она внутри нас, она вдруг пробуждается. И вы забываете, что там было сегодня, вчера, там работа, вот эта скука, все уходит. Вы просто чувствуете такое счастье. Потому что вы отрекаетесь в этот момент от этого обыденного мира и становитесь самим собой. Но зачем, скажите мне, какие-то высшие энергии, высшие чакры, если я хожу и работаю за станком, тощу болты и гайки? Я это не могу применить. Зачем? Там это неприменимо, это не нужно. То есть я, как личность, не нужен болтам и гайкам. Я часть становлюсь станка, механизма. А мне нужно еще почувствовать то, что я хотел бы ощутить. У меня есть способности ощущать, есть возможности, но я их не использую. Поэтому мы идем, хотим слушать музыку, хотим видеть какие-то постановки, таланты яркие, какую-то красоту сногсшибающую. Люди ради этого едут на Памир, в Гималайя, в опасные ситуации, чтобы ощутить эту жизнь, проснуться. Некоторые прыгают с парашютом, некоторые даже без парашюта уже прыгают. Не так давно я узнал об этом, что, кажется, японцы эту игру придумали новую, творческую игру. Они сбрасывают сначала парашют с самолета, а потом сами прыгают. Уже это делают люди. Ну, сначала они это просто проэкспериментировали. То есть человек был с парашютом, он бросал другой парашют и прыгал за ним потом. И вот в полете он должен был догнать парашют, теперь его одеть. Твердый за кольцо. Получается, оказывается, можно. Можно научиться там летать, знаете, в этом пространстве, передвигаться, ловить этот парашют. И теперь они это делают. Поднимаются высоко в воздух, бросают парашют, прыгают за ним. Экстрим! Зачем они это делают? Чтобы оторваться от обыденности просто. Адреналин получить, дозу адреналина. И, как мы сказали, звук – это начало творчества. В древнем Китае я слышал людей, прежде чем давать им образование какое-то высшее, сначала обучали двум наукам. А потом решали, обучать его дальше или нет этого человека. Сейчас мы утратили этот момент. Смотрите, две науки были – музыка и живопись. Если человек не мог ничего слышать красивого или видеть красивого, ему не давали высшее образование. Его сердце должно быть связано с красотой изначально. А потом только его обучали. Не так, что человек не видит, не слышит ничего, и он получает какую-то квалификацию в обществе. Потому что, если он не воспринимает красоту и гармонию, он становится мошенником. Мошенник – каждый человек по природе. Но красота и гармония очищает человека, освобождает от этих ложных представлений и от ложного эго. Знаете, красота – огромная сила. Красота спасет мир. Есть пример интересный. Одна женщина мне рассказывала, говорит, у меня муж пьет. Ну, то есть он хочет бросить, все как вот. Нормальный вроде человек, но слабый, вот он в запой уходит. Серьезная проблема, вот пытаемся решить. И я пробовал разные вещи. Но он так иначе возвращался рано или поздно к выпивке. А тут одна подруга посоветовала. Тут, говорит, под Краснодаром у нас недалеко. Озеро есть красивое. Вы там не были? Это озеро лотосов. Не простых лотосов, не кушинки. А царский лотос называется. Огромный, красивый запах. Распространяется на сотни, сотни метров вокруг. И заросли просто высокие, огромные лотосы. Говорит, свози его туда, пусть посмотрит. Она повезла мужа туда, к озеру. Мы там были, кстати. Потом с женой, с дочерью. В каком-то году мы приехали туда. Я, честно сказать, не ожидал такого. Хотя я видел лотосы где-то там, в ботанических садах иногда. А вот так вот, когда вы видите на воле, как это происходит. Какая-то стихия жизни удивительная. Какая-то чистота, что-то невероятное. Сделали мостки такие люди. Прямо туда в воду, вот эти мостки. Прямо среди лотосов. Вы идете по этим мосткам, вот эти лотосы вокруг вас. Просто кущи заросли высокие такие. Стебли толстые. И в каждом стебле есть шесть каналов. Лотос – это отражение вселенной. Вселенная построена по образу лотоса. Это описано в Пуранах. То, в которых уже есть каналы всевозможные. И вот все творение этого мира начинается с лотоса, который, как интересно, вырастает из пупка Гарпада Каша и Вишну, лежащего на водах вселенной. Вот так начинается творение. Этот образ духовный, он невидим материальным глазам. И из этого пупа вырастает стебель из стебля лотос. И в лотосе появится первое живое существо, творец вселенной. И вот он уже займется этим непосредственно. Вот этот лотос. Когда моя дочь увидела эти заросли, она сказала, «Папа, это что, рай?» Я помню, как она это… Я бы тоже, наверное, такой же сказал бы ее языком. Но она смогла это выразить как ребенок непосредственно и легко. И вот эта женщина связила туда своего мужа. Он посмотрел на эти лотосы и полгода не притрагивался к спиртному вообще. Знаете, как он плакал, когда видел все это? Потому что, когда человек имеет какие-то пороки, его сердце сковывается к красоте прежде всего. Он говорит, «Посмотри, как красиво». Ну да. Не обращает внимание. А если посмотреть такими глазами, так много красоты вокруг. Постоянно. Я занимаюсь разной деятельностью. Вот лекция – это основное. Я общаюсь в аудиториях, у меня есть опыт уже. Даже известность есть по городам, СНГ, за рубежом. И когда мне нужно отдохнуть, лучше всего, когда я рисую что-то красивое. Но я знаю по опыту, что когда вы долго не изображаете, не наблюдаете это внимательно, вы утрачиваете это острое восприятие. Но как только вы начинаете этот процесс, куда бы вы ни посмотрели, вы видите, о, какая гармония, о, как красиво, какое сочетание. Оказывается, всюду, везде это есть, знаете, если вы смотрите такими глазами. Однажды прочитал биографию художника Васильева. Он умер в 23 года. Он считался гением живописи в 23 года уже, он покинул этот мир. То есть за эти вот юношеские годы он создал несколько, много шедевров. В основном это были пейзажи. Он заболел чахоткой, дупергулезом и был как бы отправлен командированный из Санкт-Петербургской области, где он там жил и писал, на Черное море в Крым. Там была тоже творческая дача. И вот я прочитал его письмо, которое написал Репину. Свои впечатления вот об этом Черном море, о Крыме, об этой природе, которую я впервые видел. Вы знаете, это чудо, а не письмо. Я не ожидал такого прочитать вообще. Как он это все чувствовал. Как он всем этим восхищался. Какие он потрясающие вещи писал. У него не хватало слов. Как же человек тонко чувствовал. Посмотрите, у него буря внутри. Такая силища, такая тонкая, такая тонкая энергия чувствительная. Он видел все это, посмотрите. Видел то, что прямо перед нашими глазами. Видел очень тонко, очень остро. Видел сердце. Он чувствовал красоту. А Репин написал ему в ответ. Вердяев сказал, это русский философ известный, что человек, который видит красоту природы, он верит в Бога. Знаете, что ответил ему Васильев? Да, да, да. Я верю в Бога. Да, правильно, правильно. Он ликовал просто, когда услышал. Вот это. Вот Бог, это красота. Вот на самом деле. Вот с чего нужно начинать постижение Бога. Увидьте красоту. Услышьте красоту. Создайте красоту. Как творит Бог? С большим уважением. К любой форме жизни. Это все его творение. Да. Удивительная, конечно, картина и тема тоже удивительная. Это творение. И человек – это особое, конечно, творение. Обратите внимание, конечно, это тело источник страданий, может быть, программа рождения и смерти. Но, тем не менее, на какой-то срок мы получаем такое дорогое тело. Смотрите-ка. На короткий срок. А ведь такой сложный механизм, созданный с какой красотой, гармонией и уважением к человеку, к личности. Как говорил один греческий философ. Посмотрите, с каким уважением Творец дает нам это тело. Вот у нас есть глаза, здесь нос ниже, а еще ниже рот. Удобно? Удобно. Вы смотрите, вот пища, одновременно можете взять ее, смотрите, глазами видите ее, нос одновременно чувствует запах и едите. Вкус, запах и зрение очень удобно расположены. Рот под носом, видите, как удобно. А глаза чуть-чуть выше. А уши по сторонам не мешают, смотрите. И защищают вас все это время, пока вы едите. Супер просто. Анус подальше от носа. Заметили? Представьте, если бы анус был как раз под носом, а рот там, где анус. Вы видите, как все целесообразно в природе. С уважением к личности, к обладателю тела, к душе. Да, возможно, мы заслужили страдания, получив материальные тела, которые рождаются, стареют, болеют, умирают и снова рождаются, стареют. Так написано. Что личность не умирает, а тело умирает. И куда бы отправляется личность потом, после смерти тела? Снова рождается. Родившийся умрет. Умерший родится заново. Так написано. Это подтверждают практически все древние писания. Все говорят об этом. Прямо или косвенно, намеком или подробно, как русские веды, индийские веды, Одиссей, Илиада или Библия. Я везде можно найти. Либо прямые утверждения, либо косвенные на это. Что личность, дух бессмертный. И мы знаем это очень хорошо по себе. Никто не желает исчезать и умирать. Я бессмертный в желаниях моих, в моем творчестве. Я хочу, чтобы моё творчество было тоже бессмертно. И моя личность и я бессмертно. И когда я пытаюсь это делать в материальном сознании, пытаюсь себе памятник построить, чтобы люди меня помнили, вот так я хочу бессмертия достичь. Нет, не обязательно. Это конечно хорошо, если добрая память осталась. А бывает память не очень добрая остается. Как раз вот творчество – это добрая такая память. Зачем нужна добрая память? Чтобы потом другие люди воспользовались этим же путем добрым и получили благо. Осознали себя в результате творчества, что я душа, а не материальное тело. Задача творчества – отречься от материального сознания, возвыситься над ним хотя бы на время концерта, на время творческого акта. Когда человек говорит, слова должны соответствовать его духу, говорится. Он не должен говорить о пустяках. Он не должен говорить о проблемах материальных и болезнях. Он должен это терпеть. А говорить должен всегда на возвышенные темы. Речь всегда должна вдохновлять друг друга над материальным существованием. У нас много измерений счастья нераскрытых. Говорится, что человек наслаждается в этом мире, и имеет стандарты счастья определенного. Это пища, может быть, хорошее жилье. Это хорошая семья, и дети, и отношения. Это счастье определенного уровня. Также есть природа, к которой мы радуемся, погода, здоровье, если имеем. Все это относится к нашему счастью и пониманию. Но на более высоких планетах, планетах этих полубогов, человеческое счастье умножайте в сто раз. Так наслаждаются живые существа на более высших планетах. И жизнь там длиннее. Наши полгода здесь проходят, там всего лишь один день. Как на Луне, например. Описывается, что на Луне есть жизнь, но формы жизни другие. Там нет вот таких физических тел, тела из эфира. А на Солнце другой тип тела. И жизнь по-другому. И там нет дня и ночи. Там совсем все по-другому. Там есть райские сады и реки. А мы видим просто пылающую стихию. Это разные измерения материи. Мы находимся в своем измерении. Мы так и видим все вокруг. Но если вы подниметесь на планету царя полубогов, Индры. Индра Локу. Кстати, столица называется Амаравати. И находится на вершине гору Меру Вселенской. Амаравати – прекрасный город. Амарават. Это город царя полубогов. Он обладает особым могуществом и способностью наслаждаться. Умножайте счастье еще в сто раз. Если вы достигаете этого уровня, вы безмерно счастливы. На самом деле, если мы хотя бы несколько секунд сейчас посмотрим на город Амаравати, на тот воздух, на ту природу, на те кущие, на тех жителей, мы проживем остаток этих дней в тоске по тому миру. В тоске. Когда же я увижу это все еще раз? Хоть еще один раз. Но дальше пойдем. Если мы поднимемся до планеты Лотоса, Браммы, планеты Творца Вселенной, Брама Лока, в сто раз умножайте еще счастье. На этом уровне счастье таково, что вы увидите всех живых существ равными для вас. Друзья, враги, демоны, полубоги, вы одинаково относитесь к ним, как к собственным детям. Ко всему, к любому живому существу такая любовь, такое счастье, такой разум мощный. И вы проникаете в сердце любого живого существа и понимаете их языки. Язык растений, язык животных, язык людей, полубогов, якши, ракшасов, гандхаровов, пешачий, апсар. Так много живых существ описано в Пуранах, окружает нас. Мы знаем еще, конечно, есть ведьмы, лешие, русалки, которые мы сейчас не видим с вами. Но они описаны также в сказаниях, что раньше люди видели их, тоже знали, что они существуют. Сейчас мы уже в это не верим. Страшно в Мордомских лесах все давно закончилось. Сейчас там автостоянки кругом. Это раньше были Мордомские леса, сейчас там автостоянки. Сейчас там автострады пролегают. Мы вышли из этого измерения, видите, в техническое измерение жизни, в янтры, в машины. Поэтому мы также утратили некоторый взгляд на эти тонкие вещи, которые раньше были более доступны людям. Итак, Брама наслаждается таким счастьем, что проблем никаких не испытывает в себе. Но когда видит, как страдают живые существа, это его беспокоит. Сострадание. Это планета сострадания великого. Там нет страдания, но есть сострадание. То есть представьте, эту уровню достигают люди, лишенные всякого эгоизма личного. Личного желания счастья лишены. Они имеют тонкую духовную природу, чистую, бескорыстную, чистое сердце. В Пуранах описано, что, чтобы достичь планеты Брамы, нужно совершать аскезу. Я скажу какую. Но только для Киева, хорошо? Никому не говорите. Потому что все хотят достичь планеты Брамы, но Киев должен быть первой все-таки. Киевская Русь тут началась, в конце концов, тут главные святыни. Я думаю, давайте приоритеты построим так сегодня. Как же достичь планеты Брамы? Запоминайте, киевляне. Нужно всю жизнь соблюдать целебат. Кто-то смеется, кто-то нет. На слово целебат я разъясню. Обед безбрачия. Мужчина не должен знать, что это только сексуальные ощущения. В течение всей жизни. И вы достигнете планеты Брамы. Трудно? Тогда есть полегче способ. Прожить нужно 100 жизней, не совершив ни единого греха. И гарантированно планета Брамы. Вот с Киева начнем уже. Интересный момент. Что прежде, чем мы достигаем какой-то более высокой планеты в следующей жизни, мы переносимся уже умом и сознанием при жизни в тот уровень. Тогда гарантирован уже признак, что вы будете жить там. Ям-ям-ва-пис-маран-баван-тя-джата-анте-кали-аврам-там-там-там-авати-каун-ты-яса-да-тат-бава-бави-та. Здесь описано закон переселения души. Ума-настроение в момент смерти определяет ту среду, в которую перенесется человек. Ума-настроение. Если у вас божественное умо-настроение в течение жизни вы приобрели, все ясно, куда вы пойдете жить. Это можно уже предугадать перед уходом человека. Смерть как экзамен, а жизнь как вот школа, в которой мы учимся. Сможем ли мы выдержать эту школу жизни? Не стать злобным или завистливым или обиженным на всю жизнь? Ага, это испытание, серьезное испытание. Мы выдержим, сохраним чистое сердце, сохраним любовь ко всему живому. У нас не будет врагов или друзей, предстрастия какого-то. Сможем ли мы равно смотреть на все? Сможем ли мы простить все? Вот видите, вот такой путь. Это жизнь. И смерть определит, куда отправится человек в следующей жизни. Самая сильная йога, привязанность, это либо любовь, о чем человек будет думать в смерти, либо о том, кого сильно любит очень, либо о том, кого очень сильно ненавидит. Отсюда его исход, в какое тело пойдет человек. В тело завистливое, в ненависти или в тело любви. Так, есть тела предназначенные для зависти, это тело змеи, допустим. Она просто смотрит и яд накапливается у нее откуда? Откуда этот яд? Там же душа. Но это тело. Это такая машина у нее. Такая биологическая машина, которая настроена на зависть ко всем. Если вы только коснетесь змеи, вот так она сразу у вас укусит, сразу и яд, брызнет туда. Она не может по-другому общаться. А другие есть тела, наоборот. Корова, например. Она любит по своей природе человека. Это мать. Можете брать молоко у нее. Она будет счастлива. Она просто будет счастлива, когда вы берете у нее молоко. Если вы с ней общаетесь, она чувствует все это. Она очень чувствительная. Глупая и чувствительная корова, вы знаете. Поэтому коров защищают как хранители любви, чистоты и благости. Носителей. Вот эти животные, носители благости. Это я примеры привожу. Какие тела мы получаем, в каком настроении уходим из этой жизни, с какого канала выходим. Также важно, куда пойдем. Есть целая наука об этом. И планета Брамы. Мы дошли до нее. Есть и выше измерения. Сможем ли мыслить как Брама? Значит, попадем туда. Янти Дева, Врата Дева, Питри Янти, Питри Врата, Бутани Янти Бутти Джа, Янти Мати Джино, Пимам. Очень интересный стих. Из Древней Баговы Адгиты. Если человек поклоняется полубогам, рождается среди полубогов. Если поклоняется предкам, идет к предкам. Если поклоняется призракам и духам, рождается среди призраков и духов. А если поклоняется Богу, обретает божественное тело. То есть, кому поклоняемся, те качества принимаем. Кому служим, те качества принимаем. И каким еще сами хотим стать. Несколько факторов влияют на нашу трансформацию. Так что можно достигать при помощи творчества, смотрите, потрясающих успехов. Один человек в Пуранах описывается, царь на самом деле. Он имел сильное желание попасть на Петрилоку, на планету предков, прародителей Вселенной. Ох, какая-то высокая планета. Она почти как планета Браммы. С той планеты легко достичь чего хотите. Жизнь там неизмеримо долгая и счастливая. Там практически люди не ощущают ни рождения, ни старости, ни болезни, ни смерти. И нет там времени поддерживать семью и прочее. Столько счастья в уме уже у человека, в чувствах таких сильных. Даже дышать – огромное счастье. Смотреть на объекты – огромное счастье. И мыслить – такое счастье все приносит. Такое тело чистое. И он хотел попасть на Петрилоку. И стал совершать эти суровые аскезы. Медитируя на Брамму, который исполнит это его желание. Брамма может исполнить такое желание, если мы совершим для него какую-то аскезу. Как бы нужно заплатить, как бы приобрести билет туда таким путем. Аскез – значит контроль чувств. Когда вы контролируете чувства, вы не наслаждаетесь, вы не позволяете себе. И вот тут вы обретаете вот этот течис – мощь внутреннюю. И благодаря, когда вы эту мощь накопили, тогда уже Брамма говорит – да, достаточно, что хочешь. У тебя есть достаточное количество денег, что хочешь – говори. Твой выбор – я исполню. Поскольку ты совершал долгое время аскезу, ты праведник. И ты имеешь право просить, что хочешь, что пожелаешь. И вот царь занялся такой аскезой. Долгое время он сидел в позе лотоса, в юргических позах, контролировал чувства дыхания. Накапливал эту силу внутреннюю. И Брамма увидел все это. И что он сделал Брамма? Он не явился перед этим царем, а послал Пурвачити. Вы не слышали это имя Пурвачити? Слава Богу! Иначе все мужчины бы бросили своих жен. Есть такое кафе в Украине, я видел, где-то в перегородах. Называется «Вдали от жен». Очень веселое название, знаете. Нигде такое, только в Украине. «Вдали от жен» называется. Ну, то есть свой юмор есть тут. Пурвачити – это не небесная куртизанка. Я не буду ее описывать, потому что иначе вы «Вдали от жен» будете. Она явилась перед этим царем, посланной Абрамой. Зачем сбить его с толку, прекратить его аскезу? Интересная история. Она просто шла, звоня колокольчиками, что-то напивая, двигаясь телом, шевеляя одеждами. Это было достаточно. Потому что когда человек совершает аскезы, его нельзя тревожить. Он сейчас не видит. Практически ничего не слышит. Он сейчас отвлечен от объектов чувств. И его чувствуются острыми-острыми. Очень опасно. Очень-очень опасно. Если он видит какой-то объект, он сильно может привязаться сразу же к нему. Это Пурвачити, небесная крутизанка появилась перед ним. Этот все-таки звук проник туда, и подсознательно он понял, кто перед ним. Подсознательно, где-то глубоко. Не давай себе отчета, что это похожая женщина. А поскольку она была с небесных планет, от нее пахло на несколько миль лотосами. Ее кожа была небесная. Ее движения были небесные. Ее форма была невероятная. И как она двигалась, это не описать словами. И он открыл глаза и потерял разум. В одно мгновение. Он даже не мог понять, кто перед ним, мужчина или женщина. Он совершенно был с бестолку. Он стал с ней разговаривать. И спросил, а почему у тебя такая форма странная? А это что у тебя такое? Он долго был в аскезе. Но чувства пробудились от этой формы. Все и разум, все ожило. Он говорит, все, я хочу жить с тобой, оставайся со мной. В конце концов он осознал, что это женщины, они поженились. Но это Абсара. Она долго не будет с мужчиной. Она небесная куртизанка. Она не жена никому. Она ответила на его чувства, поскольку Брама просил ее. Только по этой причине. Он выполнил его задание. Потом сказал, дорогой, good bye. Bye, bye. И отправилась на Питрилоку. На Питрилоку. Интересная йога, смотрите. Царь всю жизнь тосковал по ней. По этому моменту смерти вспомнил ее и ушел тоже на Питрилоку. Так он достиг предотвращения. То есть наша следующая жизнь, это важно знать, на что мы медитируем. На райские планеты кто-то медитирует. А кто-то медитирует просто на богатый дом. И можно родиться с собакой в богатом доме в чем-то. Сейчас это повсеместно можно видеть. Собаки живут в домах богатых. Спят на больших кроватях или на диванах специальных. Ведятся хорошей посуды. Они заслужили эту карму в прошлой жизни. Карма хорошая, плохая, смешанная. Собака родится плохо, но в богатом доме хорошо. Как один человек мне сказал, а я не против родиться с собакой. Что вы такое говорите, что собака родится? Ну и что? А мне нравится. Ну, примите мое благословение называется. Вот вам богатый дом и сторожите его там, пожалуйста. Можно родиться с собакой. Вот так мы творим себе будущее. И выше планеты Брамы располагается Кайлаш. Ох, место. Я не знаю, как это описывать. Я не вижу Кайлаша отсюда. Но я слышал об этом. Это обитель Шивы. Это уже не материальный обитель. И не духовный еще. А промежуточный. Кайлаш. Шивы находятся там в полной медитации. В полном отречении. Его ничто не привлекает. Никакие формы, никакие запахи. Он высочайший йог. И он отец этого мира, говорится. Он пхава этого мира. Он управляет Аханкарой нашей. Вот эту связь материи и Духа – это его энергия. А мы даже не знали об этом. Откуда это ложное эго у меня такое сильное? Это мое чувство достоинства. Как же я им дорожу. Это мое тело, знаете. Как же я им дорожу. Это Аханкара называется. Я дорожу им больше всего. Ради этого тела могу убить другое тело. А, видите, как я люблю свое тело. Мне трудно отдать жизнь, знаете. Нужен стимул для этого. Какой-то более высокий, чем Аханкара. Какая-то большая любовь, большее впечатление. Ну, какое-то творчество толкает людей сделать подвиг. Да, отречься от себя. Трудная задача? Очень трудно отречься от своих желаний. От самого себя. От своих планов. От своих мнений. Признать свои ошибки. Так трудно. Простить других. Так трудно. Это Аханкара. Это энергия Господа Шивы. Весь мир связан Аханкарой. Но Шива наслаждается в этой медитации. В сотни раз больше Брамы. В сотни раз. Но если мы умножим это счастье еще в сто раз. Это обитель Вишну. Выше не бывает. Потому что на самом деле там границ не существует. Бог без границ. Это различные измерения. И вот, когда Творец создает эту вселенную, этот мир. Все начинается со звука. В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом, говорится. Это Библия. Вот так вкратце Библия говорит об этом. Веды подробнее описывают, как это происходило. Что это было за звук. Что это за Аханкара было. На самом деле первый звук, который Брама услышал. Тапа. 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 Три раза. Брама, он не только услышал, он понял смысл. Потому что, если вы слышите сердце, вы уже понимаете, учиться не нужно вам. Учиться нужно, слышать свое сердце. Только для этого мы учимся. А если вы слышите свое сердце, вам уже учиться не нужно. Вы все можете понять. Даже язык муравья. Жил такой мудрец когда-то. Именно он записал все веды пять тысяч лет назад. В Ясадеф. Это его труд великий. Не его знания. Нет, нет. Он просто записал. Это знания. Это Шрути. Они свыше спускаются. На слух. По звуку. Как Мухаммед. Он слышал и записывал. Шрути называется. Вы не видели это нигде. Вы услышали это сверху. Это В Ясадеф. Писал веды таким образом. Все веды это Шрути или Смрити. То, что мы можем так же наблюдать, как исторические хроники. Запомнить. Смрити. И есть еще нияя логика. Вот три вещи. Шрути, Смрити, нияяя. Этот В Ясадеф великий мудрец. Он пошел на поле битвы Курукшеттер, где сражались Пандовы и Кауравы в то время. С целью умиротворить всех. Вспомнить, что мы все братья. Перекратить эту войну брата убийственную. Это же великие личности там. Пишмадев, Дроначаря. Это же основатели династий. Хранители высочайших духовных традиций. Если вы погибнете все, что останется. Пустыня будет в мире. Люди спустятся на низкий уровень творчества. Они будут развлекаться едой, сном, совокуплением обороны. Они пройдутся в животных. Если всего этого не будет, таких личностей, хранителей этих традиций, то люди начнут развлекаться. Представьте, чем, что запрещено развлекаться едой или сексом или сном или обороной. Они это будут делать. Весадев пришел и призвал всех к миру. Он очень могущественный. Но страсти были настолько накалены. И Кришна сам присутствовал на поле битвы вокруг Шетра. И Весадев понял, что это уже предопределено. Это не изменить. Это судьба планеты. Все войны будут уничтожены с обеих сторон. Пятеро останутся только в итоге. И он очень расстроенный этим, что такие великие личности сейчас погибнут. Он уходил с этого поля битвы. И он заметил, что перебегал дорогу ему какой-то паучок. Очень спешил. Он так спешил, знаете, он поспотался, перевернулся, бежал дальше, бежал дальше. Куда ты спешишь? Сказал расстроенный Весадев. Что у тебя? Какие у тебя проблемы вообще? Вот там проблемы сейчас на круг Шетра. Вот это проблема. Разве ты не знаешь, мудрец? Сейчас здесь пройдет боевая колесница Арджуны с Кришной. Тут все разрушено будет. Мы такие маленькие существа. Мы не выживем. ИСЛФ рассмеялся. Ты заботишься о своей жизни. Там пхишма, там дрона. Ты кто такой вообще? Да никто и не всплакнет. Даже не заметит, что ты будешь уничтожен. Успокойся. Не спеши никуда. Весь мир, всему миру конец. Какой толк от мира, если останутся одни животные после этой битвы? Людей уже не будет. Паучок встал в позу вот так перед ним. Ах, ты надменный гордый мудрец. Да будет тебе известно, что у меня тоже есть чувства. У меня тоже есть свой разум, и своя семья, и своя жизнь. И она одинаковая цена. Ты забыл. Ты же мудрец. Ты должен видеть равенство всех живых существ. Я Садеев. И Садеев стало стыдно за такие слова свои. Он поклонился этому паучку, как учителю, и пошел дальше. Это разум. Это великий разум. Великий разум означает также великое смирение, что можете склонить голову перед истиной, если говорить с вами паучок вас наставляет. Вот это разум. Вот это счастье. Только счастливый человек может вести себя так. Очень творческое личное может вести себя так. В сказках слышим, что говорят рыбки, паучки, птички. И корова может заговорить, скажи, вводи в одно ушко, вводи в другое ушко. И нам же нравится все это, смотрите. Какие полезны вокруг нас живые существа. Сколько могут нам принести радости. И как нам везение организовать в нашей жизни. Да, именно так везение складывается, что все живые существа, они любят друг друга и взаимодействуют. Как отвечают на наше добро, на нашу любовь. Заметьте, если вы играете какую-то красивую музыку или поете, птицы, другие животные тоже чувствуют ее, и растения тоже. Описывается, что в обителях мудрецов, которые просто каждый день переведические гимны под простую музыку, гуситары, допустим, или там простые вещи, или там две струны всего. Но они пели с таким чувством этот звук трансцендентный, что их обитель превращалась в райские, в райскую атмосферу. Деревья меняли свои формы, цветы становились другими, прилетали особые птицы туда. Там атмосфера складывалась от звука совершенно иная. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Богом. Звук может быть божественным. То есть вся суть творчества заключается в том, чтобы достичь божественного сознания, возвыситься внутренней, внутренней энергии. Не в космическом корабле. В космическом корабле невозможно возвыситься. И даже в самолете невозможно возвыситься. Если нас поднять физически на большую высоту, не означает, что наше сознание возвысилось. Нет, мы страдаем там точно еще больше. Нам не нравится страдать на телегах, но страдайте в машинах. Но вы страдаете в машинах все равно. В машинах надо страдать, но страдайте в самолетах, в поездах. Все равно страдаем. Сознание остается на том же уровне, от себя ты не уйдешь. Не так, что если я построю небоскреб, буду жить на сотом этаже, я буду выше других. Нет, я стану ниже других духовно. А физически выше. Ведь первые станут последними, а последние первыми, говорится. Что мы о себе думаем? Очень важно. Чем больше мы думаем о высших энергиях и личностях, тем счастливее мы становимся. Если мы думаем только о тех, кто ниже нас, хуже нас, мы усилим ханкар, ложную гордость. А если мы думаем только о тех, кто равны с нами как люди, человеки, мы сейчас думаем о человечестве, не так ли сосредоточены, начинаем конкурировать. Нужно одновременно думать о высших, о низших и равных одновременно. Как? Высших нужно слушать наставления, почитать. С равными нужно дружить, а не конкурировать. А о младших и низших существах нужно заботиться, как о младших братьях. Не эксплуатировать, не убивать их, с людьми не конкурировать, под ножки не ставить, не завидовать, не клеветать друг на друга, а старшим служить всей своей жизнью и получать от них благословения. Но мы средоточены сейчас на человеческом гуманизме. Гуманизм означает к человеку хорошо относиться, а животное – это другой вопрос, понимаете. Не обязательно. Нет таких требований сейчас в светском обществе. Но когда вы достигаете этого сознания, вы видите, что все живые существа имеют равную природу – равенство. Все они живые. Поэтому творчество может быть в разных гунах природы проявляться. Все склонны творить – и дети, и взрослые, и разные национальности, и поют, и танцуют, и пишут музыку. Но как? Ритм используют. Это законы есть творчества. Например, как в изобретительном искусстве. Можете сделать какую-то абракадабру просто. И показать ее. Никакой гармонии вы не увидите в ней. Просто абракадабра. Но если вы сделаете из нее ритм, ковер получается очень красивый. И все будут рассматривать каждую абракадабру и сравнивать – точно похоже. Они так вот будут увлекаться. Видите, вот, ритм. И в музыке главное тоже – ритм. Танец тоже – ритм. Вот эти вот вибрации. Танец, музыка очень связаны, изобретительные искусства очень связаны одними едиными законами – ритмом. И вот звук, когда слово – это тоже ритм. С этого и начинается все. Постижение. Нужно постичь смысл слов, которые мы произносим или читаем, или мыслим. Мысли-образы называются этот ритм. Человеческая речь, она вся фиксируется в ДНК, как вибрации звука, и сжимается потом в эти солитоны, которые формируют ДНК наше физическое существование. Звука можно исцелить. Звука можно проклясть человека. Звука можно оскорбить. Когда Изопа спросил Ксанов, что самое отвратительное в жизни, он сказал – язык. Язык? Язык может предать, оклеветать. Он может сказать – нет. Он стал перечислять. И Ксанов сказал – ты прав, Изопа. Какая жуткая, ужасная вещь – язык. От языка мы так страдаем, если неправильно используем язык. И это и есть причина страдания, точно. Ведь наши слова являются нашей судьбой. Они и строят отношения, интонации и слова, которые мы используем. О, Изопа, ты прав. Тогда скажи мне, что же самая прекрасная вещь? Язык сказал. Язык можно сказать – люблю. Язык можно сказать – да. И так даже стал описывать язык. Звук может совсем другим. И звук имеет такое могущество, что он может просто нас разорвать на части. Понимаете? Да, звук, который мы можем просто не выдержать. Представьте, если я начну кого-то оскорблять. И применять такие слова, интонации. Почувствуйте – это жутко. У вас температура изменится. У вас цвет лица изменится. У вас начнут трясти. Голосите уже. Фарт в сердце может быть. Да? Как чувствуется человек, который его оклеветали звуком? Наложили на какие-то ложные образы и поведение. Ложно. Звук. Потому что звук убедителен. В одной стране произошел переворот. Это было, по-моему, в Бангладеш в свое время. По радио. Фикция. Звук только был. Обманули всех. А по радио объявили складывать оружие, потому что мы заняли все стратегические позиции. Все, вы окружены и так далее. И противник сложил оружие по звуку. Павлов доказал это еще. Он экспериментировался с звуком, с людьми. Очень простые эксперименты, но очень интересные, важные. Что звук создает образ, он сказал. Была колба, непрозрачная колба с уровнем кипятка внутри. Подопытный человек должен был дотронуться до кипятка, не видя уровня воды. Он должен был осторожно искать этот кипяток собственной рукой. И, обжигаясь, отделывая руку, в этот звук кипяток включался. Одновременно. И так несколько дней уровень кипятка был разным каждый день. В какой-то день кипятка не было в колбе. Просто включали звук. И всякий раз на звук рука отдергивалась. Образ. Павлов понял. Звук несет в себе образ. Мыслеобраз. Это написано в древних ведах. Поэтому, говорится, слово не воробей, вылетит не поймаешь, и топором не вырубишь. А? Отпечатывается образ. Или как бы клише. Или матрица называется. Или еще говорят самскара на санскрите. Отпечаток. На всю жизнь может остаться отпечаток. Какое-то скопительное слово в сердце вонзится. Вы вырвали, извинились, все, простили, а дырка остается. Самскара называется. Клише. Отпечаток. Остался. Звук. Все свои чувства, эмоции, все события. Мы по помощи языка пытаемся выразить. И если вы пережили то, что вы описываете, другие тоже это переживут просто по звуку. Какое могущество слова, смотрите. Человек пришел с мороза и говорит, ох, мороз сегодня. И вы понимаете, какая там температура? Я не верил в ад раньше. Ну, так, буквально. Нас научили, что ада нет. Потому что шахтеры копали. Шахты не нашли ада. Космонаты летали в космос, не видели Бога. Нас так обучали тогда в школе. Ну, мы убедились, что ада, наверное, нет. Это просто страшилки для детей. Наука не верит в ад. Но когда я стал изучать веды, там описывается ад. Я только начал изучать веды и подумал, может быть, все-таки это образ нужно понимать. Так буквально, все-таки было недоверие к этому. Я думал, как же мне убедиться, существует реально ад или не существует? И знаете, вот был ответ на мои мысли. Я получил доказательства. Но это отдельная тема, в Киеве я не буду ее рассказывать. Хотя ради Киева можно и рассказать, так я понимаю. Ну, хорошо. Может быть, вы слышали эту же историю в каких-то других лекциях. Просто я еще снова его вспомнил. Я коротко расскажу. Это были 80-е годы, конечно, давно очень. Я был совсем молодым, только начинал учить, еще многого не понимал. Но на нашу программу, где мы читали Бхагавадгиту, пришел один незнакомый человек, новенький. Мы сразу замечали новеньких людей, кто интересовался Бхагавадгиту. Он пришел и просидел в углу. Такие длинные волосы. Такой орлинный горбом нос. Такие выпуклые глаза, мигающие, постоянно смотрящие в одну точку. И такой вытянутый вперед подбородок. В общем, такой гротискный, такой образ, знаете. Такие прямые длинные волосы. Он просидел, глядя в одну точку, всю нашу встречу, не задавая вопросов, ни на кого не глядя. Все заметили сразу, что странный человек, немножко со странностями. Я пришел домой, и тем вечером был звонок телефонный. Здравствуйте. Здравствуйте. Я был на вашей программе сегодня. Я сказал, да, я вас видел. Он был один там. И вы что-то хотите? Да, у меня вопрос. О, хорошо, спрашивайте, давайте поговорим. Мне нравилось, что есть вопрос. Скажите, ад вечен? Я не был уверен в аде, но я знал описание. Я сказал, нет, 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 ад не вечен. Нет. Я и хотел ему раскрыть тему, но он сказал, большое вам спасибо, положил трубку. Интересный, странный звонок. Ну ладно, но человек странный. Ровно через сутки в это же время, в 6 часов вечера, или в 8, простите, да, звонок по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам вчера звонил. Ну я помню. У меня к вам вопрос. Ну слушаю. Скажите. А, отвечу. Нет, поймите, поймите. Ну а знаете, что такое карма? Он говорит, ну, слышал что-то. Ну вот как тюрьма. Вот вы заслужили тюрьму, вы попадете в тюрьму. Ну вот карма, знаете. Ну тюрьма же не вечна. Срок закончится, вы же выйдете. Ну так же и ад. Большое вам спасибо, пожил трубку. Ну интересный человек. Ровно через сутки звонок. Здравствуйте, здравствуйте. Я к вам вопрос слушаю. А, отвечу. Ну я же сказал, что не вечен. Нет, ну просто карма кончается, понимаете, и все, и все кончается. Он говорит, а почему тогда христианин говорит, что отвечен? А, ну это другое, это образно говоря, я говорю. Понимаете, вот если вот вы идете к зубному врачу, он говорит, потепли 30 секунд. Бббббббббббббб. 30 секунд. А как вечность, правда же. Когда так много боли? Говорит, ну год. На спасение надейся. Вечный ад. Как вы переживете год такой боли? Это вечность для вас будет. Одно мгновение, как несколько лет, вы проживете. Жутко. Я говорю, вот в этом смысле, это образно говорит. Нет, нет, карма кончится и все. Большое вам спасибо, пожил трубку. На следующий день звонок 있어요. Здравствуйте. Вопрос, да, я уже знаю. ваш вопрос. Теперь у меня к вам вопрос. Но почему вы постоянно говорите про ад? Уже все вам объяснил. Почему вы боитесь этих вещей? Что с вами случилось? Я стал с ним говорить на разные темы. Нормальный договорный человек. Работа, все. Была семья когда-то. Сказал, но почему вы говорите про ад? Понимаете, дело в том, что я был в аду. И тут какой-то из стремной трубки повело каким-то таким холодком. А жена это все слышит каждый день. Знаете, наши разговоры короткие. Я такое напряжение у него. Я такое тоже чувствую, из трубы пошло, что я на всю квартиру, знаете, у меня, у нее. Он говорит, я хочу встретиться, приходите ко мне сегодня вечером. Я говорю, хорошо. Я пойду. Ради науки я пожертвую своей жизнью. Мне нужно понять, есть ата или нет ата. Говорю, все. Я приду. Жена встала в дверь и говорит, туда не пойдешь. Через мой труп туда не пущу. Только не туда, куда угодно. Ну, туда, ты не пойдешь. Понимаете, вот по этому звуку этого образа человека мы стали чувствовать, что что-то есть, он что-то пережил. Сказал, я пойду. Не перечь. Все, я пошел. Пошел сам дома. Вот жаль, что меня не остановило. Была бы нас сильнее. Были бы женщины сильнее вообще. Была бы спокойно. Понимаете, мужчина сильнее, как он. Нужно же показать свою силу, свою смелость. Потом нарвается. А вот женщины, они же чувствуют. Я шел туда со страхом, честно признаюсь. У меня с этого Творцгорня было не по себе. И вот это, знаете, такой вот питерский старый фонд. Дворы и колодцы, такие желтые, Достоевского. Габаритные такие двери, первый этаж. Я вошел в какую-то темную подворотню, где света не было уже сотни лет солнечного. И нажал звонок. Тьма такая была, такая дверь. И вдруг дверь открылась. И просто провал. Никого нет. Понимаете, у меня аж я глазами ниже, и там старуха маленькая такая, сгорбленная такая. Вот совсем маленькая. И так голову подняла, говорит, заходи. И куда-то в ночьной рубашке исчезла в этой теме. Ни света, ничего вообще. Я туда вошел. Думаю, куда идти? Непонятно, в заходе, куда идти? И тишина. И тут я чувствую, что какое-то то ли зеркало что-то отражается. Там портьеры какие-то. Тут коридор, комната, кресло. В кресле спиной ко мне сидит этот человек. Длинные волосы, горбатый нос на фоне зашторенного окна. И мигает глазами, смотрит на противоположное кресло пустое, ждет меня, что я седу туда. Я подхожу, это кресло. Я понимаю, что это место для меня, никуда не денешься, все, карма, и сел туда. И он мне рассказал подробно. А я до этого читал крошку Цахис. Читали? Ну, специалисты читают, это для театралов, режиссеров, это как бы сказка, но с таким именно колдовским уклоном каким-то. Вот с какой-то чертовщиной, потому что там не просто сказка. Потому что те писатели в то время, они знали это искусство черное. Многие люди. Эти тонкие измерения, они все связаны с адскими формами жизни. Этими духами, привидениями и все остальное. Это вот творчество в низшигунах называется. Вот эти ужастики еще люди любят, эти отрадительные вещи иногда показывают. Это все в низшигунах творчество. Он не возвышает человека. А возбуждает его чувства, возбуждает сильно, его беспокоит, страх вызывает, это называют. Искусство тоже. Ну, черное искусство. И то, что он мне рассказал, я уже слышал и читал где-то, даже в ведах. Но он же не читал эти книги, когда спросил его. Он просто знал это по опыту. Я говорю, расскажи, что такое ад, что ты там видел? Там, говорит, написано на воротах, на спасение не надейся. Такая надпись была там. Я оказался там. Говорю, ну и что там с тобой делали? Одна из вещей, которые со мной делали, одна из наиболее страшных. Меня вколачивали в камень. Я думаю, откуда он знает все это? Говорит, да. Другая вещь. Меня душил змей. Несколько суток. Я был в железных кольцах. А врачи говорили, что у меня судороги. Я был скукожен, несколько дней. Говорит, вот так вот неделю не мог шевельнуться. Я был опутан этими зами. А они, говорят, что у меня судороги. Я говорю, а что с тобой было? У меня, говорит, было симптом. Я, говорит, пил, у меня был алкоголизм. Я, говорит, провалился в это состояние у сфинксов, прямо у Невы. Я потом попал в больницу. И врачи там мне вклали какие-то вещи, там что-то там. Вытягивали меня, это было невозможно. Я, говорит, больше всего на сети боюсь снова попасть в ад. Я это пережил. Он говорит, я не хочу, скажи, что мне делать? Можно не попасть? Я говорю, конечно, можно. Слушай внимательно. Давай. Я знаю. Ведах читал. Я тоже практикую. Помогает. Сразу почувствовал. Давай, мясо не ешь. Не пей больше ни капли, хорошо? Не надо играть в азартные игры. Не надо никого обманывать. И никакого незаконного секса. Договорились? И повторяй вот эту мантру. Медитируй на нее. Делай. Он стал все делать просто из страха. Не из того, что он хотел познать, абсолютную истину, возвыситься творчески или взлететь куда-то к какому-то счастью. Просто из животного страха. И самое поразительное было то, что он не мог соблюдать все эти принципы даже под страхом ада. Он нарушил все эти принципы. Он не смог, потому что он не соперекоснулся с красотой. Так вот, у нас может быть много творчества, но если мы не соперекоснулись с истинной красотой, наш опыт жизни не изменится. Нас просто будет возбуждать какое-то творчество. Знаете, что такое творчество? В страсти. Вот и в невежестве, и в страсти есть в добродетели творчества. И что такое творчество в страсти? Она пробуждает невежество в итоге. Но само в страсти, и сейчас передаю простой пример. Творчество в страсти очень просто. Выходит женщина на сцену, раздевается до гола, и перед вами просто танцует как умеет. Бездарно. И всем нравится уже. Все, успех есть. Все в шоке. Какой результат этой ее деятельности? Бестыдство, невежество. Вот как все это происходит. Вот. Вот оно творчество в страсти. Оно переходит в невежество. А в невежестве без стыдства что переходит? В кривляние. В извращенные какие-то слова. Какие-то дурачества начинаются. Мы это все иногда видели. В каких-то сложных этапах жизни. Иногда мы видели, что люди начинают дурачиться, кривляться, потому что они не верят больше в жизнь, в какие-то кризисные ситуации. Они становятся циниками, падают как бы в невежество. Почему? Потому что действуют страсти. Секс, секс, секс искусство сейчас. На сексе основано. Практически все искусство современное. Кто сейчас пишет такие вещи, как Бах, когда ты писал? Бетховед. Штраус. Чайковский. Кто? Наверное, кто-то пишет. Ну, кто сейчас такие строят храмы, как это было в Риме или в Нотр-Дам-де-Пари? Кто сейчас пишет такие картины, как Леонардо да Винчи? Они там хранятся в Лувре и нет ничего равного. Джаконда. Вот такой один только зал для Джаконды. Никто не пишет. Никто не умеет. Все чем-то заняты другим. Страсть, страсть, страсть. Чем-то удивить надо. И я пошел в зал современное искусство после Лувра и увидел вдруг одна обнаженная натура и все. И в таких позах женщины, и в такой позе женщины, и в такой позе женщины, и в такой позе женщины. И все. Это и все. И что же в итоге? Какой результат такого искусства? Тамос. Возбуждает и отнимает разум. Возбуждает и отнимает энергию. А творчество нужно соединять, не отнимать энергию, а давать вдохновение мощное. Красота дает такую силу, такой заряд батарей. Когда люди соприкасаются с живой красотой, с живой красотой, они плачут и обещают себе, что никогда больше не буду ругаться матом, пить. Сами начинают говорить, никогда не буду никого убивать или унижать. Почему так происходит? Их никто же не обвинял. Никто не обвинял. А соприкоснулись. Эта чистота сказала им кто-то их. Они увидели себя как в зеркало, сами. Никто не критиковал их и никто не говорил, что они плохие. Они сами сказали. Когда человек охватывает такое озарение, он начинает осознавать себя. И обычно он плачет горько. И начинает новую жизнь какую-то. Нам очень важно заняться творчеством. В серию должны быть творцами. Не так, как на футболе 22 человека бегают, а тысячи людей просто смотрят, болеют и критикуют всех. Того намыло и того, и судью намыло, и вратаря тоже намыло. Всех там все, никто не годится. Но ни один из этих зрителей не может даже просто пробежать по полю с такой скоростью, даже без бича не способен. И мы привыкли превращать это просто в зрелище и развлечение, что кто-то на сцене будет нас развлекать. А мы где наше творчество? Каждый человек должен уметь творить, уметь рисовать. Каждый умел дворянский ребенок. Играть на музыкальных инструментах. Знаете, кто это был? Лев Толстой. Почему он был таким удивительным человеком? Он был очень чувствительный к красоте. В его дневниках мы читали интересную еще его биографию. Молодой Лев Толстой всегда отказывался от просек, когда его просили сыграть на фортепиано. Естественно, он как граф, он умел играть на фортепиано. Умел изображать, рисовать и писать, и слагать свои мысли очень красиво к леографическим почеркам. Это искусство все знали в то время. С этого все начиналось. И когда его просили сыграть на рояле, светское общество, он всегда отказывался очень бурно. А его бурно-бурно просили, в конце концов заставляли его. Он садился за рояль. И что происходило? Он опускал пальцы на клавиши, еще несколько аккордов. Он начинал плакать, его начало трясти. Потом ухатывали рыдания. Он хватался за голову и с криком убегал. Так влияла музыка на него. А Стендель, известный писатель, когда приехал во Флоренцию, ему просто рассказали, какие тут шедевры хранятся во Флоренции, какой величины. Он потерял сознание, когда услышал это. Только посмотрите, какой интеллект чувствительный был у людей. Сейчас, когда мы имеем дело с этими боями, с этим сексом, кинематографом современной, с этой рекламой, наш разум становится грубее. Не такой чувствительный. Поэтому человеческая культура и творчество таковы, что мы скрываем такие места, которые возбуждают наш ум. Когда возбуждают нижние центры, высшие центры отключаются. Если постоянно активировать эту нижнюю часть здесь, эти вещи атрофируются. Особенно алкоголь и мясо. Все атрофируется, все тонкие центры. А наша задача восстановить, и вот тут нужно творчество, но это импульс. Человек может пробудиться вдруг, вот этот центр открыться у него. Как это было основное, скажем, в Калакшетре, это была Южная Индия, где моя дочь училась классическому танцу баратнатьяма. Классика, древняя классика. То есть школа очень там, Южная Индия, там, глубинка, древние традиции. И там она два года проучилась. И мы приехали туда, я там жил с ними полгода с семьей. И там был фестиваль Калакшетры. Приглашали каких-то знатных гостей, там, спонсоров, которые поддерживают эту школу. Творчество на высоком уровне. И они показывали различные сцены из Лил Рамайны, Кришны, Шримад Багават, других Пуран. Они показывали все эти сцены, которые мы читали в книгах. И вот Кадхакали. Знаете, что такое стиль Кадхакали? Необычная вещь. Актер, мужчина. Он одевает такую короткую гамчу, называется. Все. И начинает разрисовывать свое тело, украшать различными узорами. Все, все. Это долгое время занимает. Этого не будет видно. Сверху будет много платья еще. Он это все делает очень внимательно. Сверху еще платье, еще вот такая потом юбка. На голове такая корона большая. Лицо становится, раскрашивается. В глаза закапывается определенный сок растений, и становятся красными белки. Выходит такая живая кукла перед вами. Вот глаз туда, глаз сюда. Вот почти не двигается. Руку тут так, так. Вот какие-то они изучают движения, пластику свою. И начинают показывать телилы. Три часа. Сначала в шоке. Боже мой, такого никогда не видел. Но уже через 10 минут вы думаете, ну что такое тут? Туда глаз, туда глаз. Что это такое вообще? Вы не понимаете языка. Полчаса я отец пел, думаю, боже мой, когда это кончится? Это три часа продолжалось. А сюжет для меня знакомый. Я читал в Пуранах эту историю. Я ее прочитал, может быть, там за сколько? За пятнадцать, ну за полчаса. Но что там три часа показывать? И тут я начинаю думать, а что, собственно, он сейчас показывает? Я считаю, о чем он говорит. Я либо это узнаю. И вдруг начинаю понимать. Ага, вот о чем сейчас речь идет. Так это самое только начало. Они только начинают. Хорошо, начинают. Так вот он это говорит, так это. А вот этого не читал. Оказывается, они еще это говорили друг другу. Начал понимать язык. Я не заметил, как прошло. Два с половиной часа. Я такого никогда не испытывал. Просто в другое измерение попал. Когда прочитал этот язык. Ну, а если человек не умеет читать, ну как он будет читать? Ну, долго он будет так читать, скажите? Можно только три часа просидеть. А если умеет читать, он может ночь напролет читать. Вот так вот. Вот так вот. Умеет читать. И, конечно же, чтобы понимать язык творчества, нужна тоже подготовка. Молодежь означает так. Бум-бум-бум. Нижняя чакра у них работает. Понимаете? Бум-бум. Под сердце. Возбужденный сердце. Ритм сердца. Бух-бух-бух. Бух-бух. Музыка хорошая. Понимаете? Это вот молодые люди. Это их чакры. Вот их как они. Любят это. А потом задача поднимать эти вещи. Да, эти элементы тоже используются в точке. Разные. Все чакры должны участвовать. Но в своей мере. Не за злоупотреблять. Потому что это уже эксплуатация начинается, когда вы делаете эти вещи постоянно. Это уже искусственная вещь. Запрещенная вещь. Потому что можете коснуться, но затем поднять выше. Коснулись, поднять выше. А где вы должны сфиксироваться? На самом верху. Остаться. Все, вы достигли цели. Вы очистились. Все, вам больше не мешают эти сферы продолжать свою жизнь. Итак, значение творчества очень велико. Особенно звука. Изображение также нужно соответствовать звуку, настроению. Вот театр, музыка, постановки, всевозможные. Сегодня вы видите театр. Я не видел, что будет за постановка сегодня. Но очень старались наши актеры. Я не знаю, о чем будет сцена. Кто-то мне подскажет, о чем будет речь? Театр. А душе и сфера души. Посмотрите, вы поаплодируете. Это уже тема, чего стоит. Как-то это будет сегодня показано на сцене. В общем, душу мы не видим глазами, но они как-то покажут ее, найдут образ ее. Возможно, это будет нашему образу соответствовать, возможно, нет. Но в любом театре, в любом искусстве есть пространство для нашего образа. Обязательно. Итак, я думаю, что вопросов нет, так, в программе? Или есть? Вопросов нет, да? Мы начнем спектакль. Пожалуйста, кто ведущий. Спасибо вам огромное. Давайте поблагодарим Александра Геннадьевича. Спасибо.